Друзья, вот мы с вами шутили, шутили по поводу будут бомбить Воронеж и дошутились, потому что Воронеж начали бомбить по-настоящему. Печальная новость прилетела буквально накануне вечером 12 августа. В самый час пик в городе произошел взрыв. Взрыв случился в автобусе, в котором в это время находилось 35 человек. По разным данным, от 12 до 17 человек получили ранения. 9 человек доставлены в местную больницу скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии. На момент записи программы это пока вся конкретика, которая вообще есть по поводу случившегося, по поводу инцидента. Ах, да, чуть не забыл. Сразу же после случившегося власти пропагандисты в очередной раз начали врать о взрыве какого-то там газового оборудования, якобы оно было подключено. С огромным количеством нарушений. Вот что-то там пошло не так, баллон взорвался. Ноководитель изначально говорил, что никакого газового оборудования в автобусе не было установлено. Автобус вообще дизельный. Затем эту информацию подтвердили и местные транспортники. Ну и что получается? А получается, что мы опять, видимо, имеем какую-то акцию устрашения. Не хочется говорить это слово теракт, да, но по факту получается именно так. По факту получается именно так. А с другой стороны, у меня тут же возникают вопросы, а чем занимались наши спецслужбы, которые должны выявлять вот этих вот самых террористов, которые должны пресекать вот подобного рода, да, акции устрашения. А я вам скажу, чем они занимаются. Мы с вами уже в последнее время очень часто слышим эти два слова терроризм и экстремизм. Но дело в том, что вот эти два слова почему-то все чаще применяются в отношении каких-то блогеров. То, значит, соратников Навального бомбили, объявляли их организацию экстремистской, даже внесли в списки. Во вторник буквально, 10 августа стало известно, что в террористы, даже не в экстремисты, записали блогера Хованского. Причем я небольшой поклонник блогера Хованского, но знаком несколько с его творчеством. Я знаю, да, что он выпускает у себя на канале. Это такой тупой развлекательный контент для малолеток. А его обвиняют в том, что он в одном из своих роликов якобы оправдывал терроризм. Я не знаю, вот по крайней мере видят то, что он делает, ну разве что по глупости человек мог что-то сморозить. Не знаю, не видел, если честно, но поражает другое. То есть во вторник нам объявляют очередного террориста, да, выявили очередного террориста, прижали к ногтю. А в четверг, накануне вечера мы с вами получаем трагедию в Воронеже. Ну слушайте, надо наверное как-то расставлять приоритеты, да, ну вы можете кого угодно, за какими угодно блогерами бегать, но когда в Багдаде все спокойно. Но в Багдаде-то ведь все неспокойно, как показала практика. И мне, например, вы знаете, очень не хочется, потому что мои родные и близкие точно так же пользуются общественным транспортом. Я реже, они чаще, мама, сестра, жена, они точно так же ездят на общественном транспорте. И мне не хочется, чтобы однажды в час пик они вот так же сели бы в автобус и не доехали до пункта назначения. Просто потому, что спецслужбы в этот день охотились на какого-то очередного блогера. Ну давайте расставлять приоритеты, в конце концов речь идет о нашей безопасности. Я понимаю, что показуха в этой стране всегда была, есть и будет. Генералы очень любят рапортовать, мы там выявили очередного Хованского. Не Хованских, ребята, выявляйте. Вот ловите бандитов, преступников, когда всех переловите, занимайтесь чем хотите. Начинаем! Господа, вы в курсе, что с 1 августа текущего года на территории нашей страны действует закон, разрешающий отстрел животных, занесенных в Красную книгу. Раньше их можно было только отлавливать, а теперь вот, пожалуйста, стреляй себе на здоровье на вполне законных основаниях. Ну, скажем, потому что был исключительный случай. Я к чему это веду-то сейчас? Просто помнится, год назад безголовых дурачков лечили сказками, мол, мы вносим поправки в Конституцию, в том числе, чтобы защитить природу. Это очень важно, потому что особенно нас волнуют уникальные экспонаты. Звери там разные, находящиеся на грани исчезновения леса, поля, реки. Экосистема не должна быть нарушена ни под каким предлогом. Иди, Ваня, голосуй, спасай Россию! Одна из главных поправок в Конституцию Российской Федерации – защита природы. Так, в проекте новой редакции главный закон обязывает правительство России снижать негативное воздействие на экологию, сохранять уникальную природу и ее биологическое многообразие. Это главная суть поправки в статью 114. Иными словами, любые действия, направленные против природы, объявляются антиконституционными. Ответственность за них выводится на принципиально иной уровень. Правда, спустя всего год у нас снова горит сибирская тайга, на этот раз с почти 5 миллионов гектаров. А кремлевские старицы и его халуи снова повторяют – тушить экономически нецелесообразно. Что же касается отстрела краснокнижного зверя, там все еще гораздо веселее. Закон, который мы сегодня уже имеем, пролоббировал, внимание, депутат Единорос Резник. Вот он на фотографии, который совершенно случайно, конечно же, оказался заядлым охотником и имеет членский билет элитного клуба горных охотников. Впрочем, я уверен, что это совпадение, верно? Это реальная журналистика. Поехали! К слову, если говорить о лесных пожарах, знаете, мне бы очень хотелось, чтобы вы понимали масштабы бедствия. Особенно хотелось бы, чтобы меня услышали те, кто очень любят тешить себя моральным анонизмом из разряда «ну нас-то это не касается», рассказываю. Примерно с понедельника небо над моим родным Екатеринбургом затянуто толстым слоем смога, именно смога это не туман. Идешь по улице, как будто через грязное стекло смотришь, в горле першило даже в какой-то момент. Такая ситуация вообще по всему региону наблюдалась, не только в Екатеринбурге, а вот теперь самое важное. В радиусе четырех тысяч километров от меня ни одного горящего кустика нет, а смог такой, будто за углом что-то пылает. Это дым оттуда, из Сибири. Четыре тысячи километров между нами, а теперь просто представьте, какая там зб***ница и подумайте о масштабах и последствиях. Затяжная жара, так называемые сухие грозы и отсутствие дождей всегда провоцируют природные пожары. И в этом году вряд ли было возможно избежать этой беды вообще. Да нет, природные пожары, я уверен, все-таки провоцируют болтуны, сидящие на ответственных должностях, которые только языком мелют, постоянно возмущаются наиграно, призывают к чему-то, обещают, но нихрена не делают. Вот это вот заявление путинское, которое я вам показал, прозвучало 23-21 июля, на календаре 13 августа и воссы ныне там. Зато конституцию он принял, ага, и Турции помог намеднее, как раз в плане тушения тамошних пожаров. Кстати, а знаете, что он со своими корешами-то еще придумал? Они хотят ввести новый сбор а-ля налог на угрозу стихийных бедствий специально для таких вот случаев. Не, зря вот вы сейчас обрадовались, что пожары даже после введения данного сбора все равно никто тушить не собирается, потому что, напомню, это экономически нецелесообразно. Просто в результате ЧП появляются же пострадавшие, целые населенные пункты дотла выгорают. Вот, и таким людям надо платить компенсацию. Братва прикинула хрен к носу, да и решила, а че, от себя что ли отрывать станем? Вон, одни терпилы, пусть другим терпилам на ту компенсацию скидываются и вуаля! А впрочем, что-то мне подсказывает, что терпилы в очередной раз сглотнут. Вообще, вот эта вот программа, она, ну, в большей степени крик души, наверное, потому что я иной раз, правда, диву даюсь. Идиотизму русского Вани офигеваю от того, какие же мы терпилы на самом деле. Сейчас все поймете, расскажу, просто конкретный случай. На днях наткнулся на новость, которая меня поразила своей бредовостью. Короче, пропагандисты нашли очередного чудака на букву М. И он поведал всей стране, сами смотрите и слушайте. Короче, директор центра биотехнологии с говорящим названием Вектор Некто Семенов сделал смешнючее, на мой взгляд, заявление, в России побит рекорд один человек, один. Заразил новой коронавирусной болезнью сразу полторы тысячи горожан. У меня вопрос, как они это посчитали? Сам по себе месседж, еще раз, бред, бредовский, верх идиотизма. Собственно, поэтому я и записал вот это вот коротенькое видео, хотел просто показать. До какого уровня абсурда патриоты уже докатились. Ребят, а вот дальше случилось то, чего я ну никак не ожидал среди моих зрителей. Отыскался человек, который прокомментировал ситуацию еще бредовее. Дорогой зритель, я не хочу вас обидеть. Я просто хочу, чтобы вы меня правильно поняли, сделали нужные выводы и не повторяли этого в будущем. Подобных глупостей. Итак, комментарий. Жаль, что ты читаешь только громкий заголовок. Если открыть и прочитать всю статью, то про полторы тысячи там написано чисто гипотетически. Не врубились? Тогда переведу. А дело в том, что мы с вами постепенно и сами опускаемся до такого же уровня. Ни одна человек в данном случае сидит и ищет оправдание этой бредятине. То есть моя-то цель была показать ему, смотри, до какого днища Хэллоуи готовы опуститься в попытке лизнуть, а он нет. Ну они же не специально. Господа, это реально караул. И не надо сейчас плеваться в сторону этого конкретного человека. Повторюсь, я не хочу его обидеть. Проблема в том, что мы все такими становимся. Мы уже даже и херню пытаемся хоть как-то для себя оправдывать. Всю суть этого эффекта буквально в двух словах изложил один френд в Фейсбуке. Причем сделал это так изящно, что я не могу этим не поделиться. Эффект Даннинга Крюке, рассказал он, это когда долб***ь не могут понять, что они долб***ь, потому что они долб***ь. Впрочем, вы знаете, об этом я расскажу уже, наверное, в следующем выпуске. Мы продолжим, вернемся к этой теме. К сожалению, эфирное время не резиновое. Это была реальная журналистика. И сегодня вот так. Подписывайтесь на наш канал. В соцсетях жду. В друзья добавляйте темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. А я за сим спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok